Здравствуйте! Ну все, успокоился я. Все возвращается на круги своя, и депутат Матвеев, похоже, отошел от поствыборной апатии, связанной с крушением основных его надежд и планов, ну и вроде бы уже пытается он вернуться к привычному для него образу в каждой бочке герметизатора. Вот проснулся он на слушаниях по бюджету, где, как возможно ему самому показалось, он раскрыл целый заговор по вогнанию Самарской области в неоправданные долги. Мол, чересчур много, и главное, как-то вот непонятно для самого Матвеева, занимает наш регион денег. Вот не видит Матвеев, на что ж идут-то эти миллиарды. Ради чего увеличивать госдолг Самарской области? До таких пределов, что в принципе вы лишаете регион инвестиционной привлекательности в дальнейшем. Я немножко не понимаю, вот все-таки поясните, что происходит, чемпионат мира или какая причина? То, что стали занимать по-крупному за последние три года. У нас, во-первых, очень большой объем средств был привлечен на строительство детских садов для того, чтобы ликвидировать проблемы. Да, в совокупности с федеральными деньгами, которые представлялись из федерального бюджета. Что значит два? Построено и реконструировано 48 зданий, которые либо с ноля, либо те, которые многие годы стояли брошенными. И это кроме капитального ремонта. 45 объектов в 2016 году социальной сферы. И мы, если будем смотреть 14-15 год, цифры были даже больше. 15-й год, это по моей памяти 55 объектов. 14-й год порядка 57 или 58. То, что Матвеев мало знает о том, что в области в реальности происходит, для областного депутата это печально. Стыдно, Михаил. Если вот реально просто не знаешь ситуацию, то лучше помалкивай, за умного сойдешь. Ну вот ему популярно все разъяснили, должен, наверное, сейчас успокоиться. Но на всякий случай, а вдруг этот кадр продолжит раскручивать эту тему в скандал, пусть это является лишь плодом его воображения, хочу озвучить объективную информацию для широкой публики, чтобы не велись наши граждане на провокации. А то народ у нас порой от разных вот Матвеевых по верхам нахватается, где правда, где неправда, где факты, где домыслы. Все в головах кашу перемешается, и потом эту дурь очень сложно из мозгов выгонять. Поэтому лучше сразу весь расклад дать. Почему приходится нам занимать, и почему не хватает собственных доходов бюджета? Доля первоочередных обязательных, так скажем, расходов в бюджете 2017 года составит 80%. Что такое обязательные расходы? То есть это мера социальной поддержки граждан. Это оплата труда, это начисление, скажем, выплаты в небюджетные фонды, связанные с страхованием неработающего населения и так далее, и так далее, и так далее. То есть доля всех иных расходов, она снижается. Поэтому доля капитальных расходов, она резко снижается. И если говорить откровенно, то мы на сегодняшний день фактически не можем себе позволить производить какие-то капитальные расходы в тех объемах, которые бы удовлетворяли потребность области. Без привлечения заимствований. То, что и делалось на протяжении последних трех лет. Все деньги, которые привлекались областью за последнее время, они направлялись исключительно на капитальные расходы. То есть мы их не проедали, они направлялись в объекты капитального строительства. И на фоне этого логика Матвеева, зачем берем в долг, кажется очень странной. Ну да, могли бы, конечно, ничего и не занимать. Новых долгов нет. Но и нет зато новых больниц, школ, садиков, спорткомплексов, дорог. Матвей, что, хочет сидеть с голым задом и при этом гордиться, что мы ничего никому не должны? Ну, по мне, это сомнительный повод для гордости. Тем более, что вот нам, населению, абсолютно же по барабану, сколько и кому должна область. На обычных людях эти долги никак не скажутся, отдавать их все равно не нам. А вот пользоваться всей построенной инфраструктурой нам. Забавное утверждение депутата, что высокая долговая нагрузка якобы отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности региона. Ну да, зато раздолбанные дороги, разваливающиеся садики и больницы на которые без вот этих кредитов денег просто нет, видимо, это положительно сказывается на инвестиционной привлекательности. Эх, Михаил, Михаил, вот реально, правда, интересно, придуряешься или правда, реально такой?